Либо одного мучаем, либо другого. Поэтому бывают такие ситуации, и человек должен, или если мы говорим о тонком теле, о теле, которое в большей степени связано с умом, настроение иногда, мы говорим, человек должен понять, что даже не его настроение. Или какие-то наиболее мелодраматические примеры, это, допустим, влюблённость. Зачастую влюблённость – это какой-то узор кармы. И человек, когда влюблённость, говорит, ну я же люблю этого человека, это так очевидно. Я люблю этого человека. Но вайшнаба, они говорят, ты не знаешь, кто такой ты, ты не знаешь, кто такой этот человек. Более того, находясь в материальном мире, ты, вероятнее всего, не знаешь, что такое люблю. Ты вожделеешь. Поэтому проходит какое-то количество времени, и оказывается, что тот человек, да я не хочу слышать о нём и так далее. Поэтому иногда, когда нам кажется, мне нравится музыка, но в другом теле нам может нравиться другая музыка. Когда мы рождаемся мужчиной, нам может нравиться тяжёлый рок. Когда мы рождаемся девушкой, нам может нравиться, там, увози меня скорее, за сто морей. Совершенно нормальное явление. Поэтому тот комментарий, который можно дать, санхья. Санхья – это не только учение о грубых материальных элементах, о том, что ты не есть это тело, но даже ты не есть твой разум, ум, твоё тонкое тело. Потому что также к сфере тонкого тела относится, например, такая категория, как фантазия, как воображение. Да, и люди могут говорить, что я могу вообразить себе всё, что угодно. В своём мире своей фантазии, разума, я свободен. Вообразите хороший сценарий. Оказывается, что с креативом серьёзные проблемы. То есть та фантазия, которая оказалась такой богатой, она такая... Вот. Поэтому человек, он в действительности не является ни физическим телом, ни даже своим тонким телом. И оказывается, что мы практически не знаем себя. Поэтому слово йога в одном из значений означает связь. И связь не только с Господом, с Абсолютом, с паром атмой, но и собственной душой, с атмой. И человек может сказать, а зачем мне обретать связь со своей душой? Ну я и так как бы... Я же есть душа. Мы говорим, нет, к сожалению, вы душа, но вы подобны ребёнку, который сидит за компьютером, и который забыл, что он сидит за компьютером, и полностью отождествил себя с компьютерной игрой. Вот. Поэтому сангхья – это учение о материальных элементах и о том, что душа, она отлична от этих материальных элементов полностью. Вот. Поэтому также иногда сангхья-йогу, йогу, осознание себя душой, называют гьяны-йогой, йогой отречения от всего материального, вот, йогой самопознания. Вот. Поэтому глава вторая в Багавадгите – это сангхья-йога, и она состоит из различных частей, начинается всё с обзора поля боя, и, ну, продолжается обзор поля боя, который начался в первой главе, и Арджуна, он говорит, что мне тяжело воевать против моих родственников, мне тяжело воевать против людей, которых я знал. Вот. И человек, который не знает Багавадгиту в контексте Махабхараты, он может сказать, ну, и Кришна там в какой-то момент времени, он говорит, да не бойся, все бессмертные там, давай воюй смело. Вот. И человек, который не обладает определенным контекстом, он видит такую ситуацию, что выезжает Арджуна на поле боя, говорит, в соседнем лагере мои родственники. Кришна говорит, да не жалко. Вот. И выглядит немножко жёстко. Но в действительности, если мы знаем предысторию Махабхараты, то первое, о чём мы должны помнить, то, что Кришна, он сказал Дурьотхане, если ты предоставишь пандавам аницицаревича, которым ты обещал вернуть царствование после изгнания, ну, помните, можно напомнить вкратце сюжет, то, что пандавы и куравы – две ветви одной семьи, вот. И куравы, они, когда царь Ютхиштхира проходит церемонию помазания на царство, куравы, они имеют право вызвать царя на любой поединок. Царь должен всеми способами доказывать, что он может побеждать. Вот. И они Ютхиштхиру ввязывают в игру в кости, в азартную игру. И Ютхиштхира – прекрасный воин, но отвратительный игрок. Он проигрывает себя и царству на 13 лет. Вот. Через 13 лет, вместо того, чтобы вернуть царство, куравы, они говорят, вот, Ютхиштхире, ты знаешь, мы тебе царство не вернем. Проиграл так проиграл. И Кришна, он подходит и говорит, ну, хорошо, не возвращайте в уже царство, ну, дайте хоть что-то в правление. Он говорит, дайте хотя бы пять деревень. Но Дурьотхана, глава враждебного лагеря, он говорит, мы не дадим им даже земли для того, чтобы воткнуть в нее иглу. То есть Дурьотхан, он сам говорит, что ни на какой компромисс я не пойду. И поэтому война была неизбежна. Вот. Поэтому речь идет о том, что, во-первых, праведные царевичи, которые были законными властителями, они были обманным путем отлучены от престола. Вот. Это первый момент, о котором не следует забывать. Вопреки всем усилиям покончить дело миром. И второй момент, о котором люди почему-то забывают, то, что в лагере пандавов, праведных царевичей, тоже находится армия. Люди подданные. Вот. Если они не будут сражаться, простите, убьют не только там Аджуну, да, а убьют всю армию. То есть, ну, враг начнет репрессии. Вот. Поэтому они также отвечают за своих людей, которые вышли на поле боя. Вот. Как главнокомандующий. Вот. Поэтому, зная весь этот контекст, надо понимать, что идет битва за справедливость. И Кришна говорит, что если не на стороне истины, не на стороне справедливости оказались даже люди, которым ты испытываешь симпатию, то все равно ты должен сражаться за справедливость. Но в качестве успокоения могу тебе сказать, что в действительности душа бессмертна. Вот. И после вот этого фактически водного разговора Кришны с Аджуной начинается, собственно, изложение санхи-йоги. Санхи-йога – это следующая часть, где в основном идет речь о бессмертии души. Вот. А после этого идет уже речь о будхи-йоге. То есть о йоге просветленного разума. Будхи означает разум на санскрите. Ум – это хочу-не хочу, а разум – это полезно-неполезно, стоит делать, не стоит делать. Вот. И после этого уже в третьей части главы Кришны начинают излагать учения о том, как действовать в этом мире, не затрагиваясь результатами своих последствий, как прекратить сотворять карму. И он говорит, что деяния йога превосходят не только греховные, но даже и праведные поступки, поэтому стань йогом, чтобы постичь искусство деятельности. Вот. И далее он говорит, что тот, кто достигает отречения, действуя бескорыстно, не привязываясь к результатам своих поступков, осознавая себя душой, тот в конце жизни достигает брахма-нирваны, тот покидает мир материи и достигает мира сознания. Это последняя шлока второй главы. Вот. Ну и после того, как такой обзор, теперь посмотрим какие-то шлоки. Так. Санжая сказал, «Тогда Матхусудана, Шри Кришна, обратился к опечаленному Арджуне, сердце которого было проникнуто состраданием, а глаза полны слез с такими словами. Господь сказал, «Арджуна, как подобное заблуждение могло овладеть тобой в столь решающий момент? Это недостойно благородного человека и ведет не к высшим мирам, а к бесчестию». Можно сказать пару слов про благородного человека в оригинале. «Ан Ария джуштам асваргям». «Ан Ария» — это недостойно Ария. Как только все слышат слово «Ария», все возбуждаются, начинаются какие-то национальные тенденции, и возникает вопрос, кто такой Арий, согласно ведическому мировоззрению. С точки зрения словарей, «Арий» означает благородный человек, благородный воин, цивилизованный человек, представитель ведической цивилизации. Если мы посмотрим ведическую литературу, Пураны, такие как Бхагавата Пурана Махабхарату, мы увидим, что ведическая цивилизация всегда была многонациональной. Если мы посмотрим раскопки протоведических городов Харапа, Махенджидара, то там тоже даже на уровне скелетов и дровицкие типы, такие, которые близки к негроидам, и так называемые арийские типы, они все вместе жили. Поэтому Ариян трактуется прежде всего как человек, обладающий ведической культурой, и как цивилизованный человек. И возникает вопрос, если человек живет лишь наслаждением чувств, если он целиком следует инстинктам, а не идеалам, если человек, он не имеет никакого вектора, он не представляет, в чем смысл и цель его жизни. Если он готов пойти по трупам ради достижения самых своих низменных целей, то возникает вопрос, о каком таком благородстве может идти речь. Поэтому арий, с точки зрения словарного, означает благородный воин, с точки зрения философски, человек, владеющий ведическим знанием, обладающий духовным мировоззрением. И, например, в буддизме существует такое понятие «четыре благородные истины». Если вы посмотрите, то там тоже четыре арийские истины в оригинале, но никогда никакой буддист не говорит, что исповедует четыре арийские истины. Но здесь поле боя, и здесь иногда национальные представители националистического лагеря обостряются, говорят, здесь же про ариев речь идет. Но та же самая Бхагавадгита, она говорит в последних шести главах Кришна, он говорит, что тот, кто считает, что тип души зависит от типа тела, он пребывает в страсти. Тот, кто осознает, что в разных телах обитают единые по своей сущности души, тот пребывает в гуне благости. Поэтому национализм это, в принципе, идея в раджа гуне, русская душа. А собака говорит, там, душа Спаниэля. А Синбернар говорит, душа Синбернара. И так далее. Но подлинное духовное знание, оно находится в категории универсальных. И Синбернар, и человек, все они желают любви. Все они заботятся о своем потомстве. Точно так же и душа, она относится к категориям универсальным. Вот, поэтому Кришна говорит, Арджуна, как подобное заблуждение могло овладеть тобой в столь решающий момент? Это недостойного благородного человека, или, можно сказать, недостойна Ария, и ведет не к высшим мирам, а к бесчестию. Сын Притхи, не поддавайся унижающему твое достоинство малодушию. Победи слабость сердца у покорителя врагов. Встань и сражайся. И так далее, и так далее. Далее пламенный монолог Арджуны. Арджуна говорит, «Ни в завоевании земного царства, которому нет равных, ни в даже обретении власти над мирами богов, я не вижу ничего, что рассеяло без скорбь, иссушающее мое сердце». Сынжая сказал, произнеся эти обращенные к Шри Кришне, повелителю чувств, слова, бдительный Арджуна, покоритель врагов, объявил, «Говинда, я не буду сражаться», и замолчал. О, потомок Барате, находясь между двух армией, Шри Хришикеша улыбнулся и молвил поникшему от горя Арджуне следующее. Всевышний сказал, «Ты говоришь словно мудрец, но при этом сокрушаешься о том, о чем скорбить не стоит. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Не было такого времени, когда не существовали я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Как воплощенная в теле душа постепенно переходит из детского тела во взрослое, а затем в старческое, так и после смерти этого тела она обретает новое. Подобные изменения не вводят в заблуждение мудреца. Сын Кунти, переживание счастья и горя возникает от соприкосновения чувств с объектами чувств. Эти явления приходящие, подобно смене времен года, поэтому научись терпеливо переносить их о потомок Бараты. И так далее, и так далее. Для осад, того, что подвержено гибели физического тела, вечное бытие недоступно, тогда как сад, вечная душа, постоянно и неразрушимо. Так мудрецы, зрящие истину, описали природу вечной реальности и временной иллюзии. И та проблематика, которая содержится в ведической литературе, это почему вечная, бессмертная частица сознания, душа, приходит в мир смерти и гибели. И само восприятие просветленного человека описывается в Гите так. Просветленный видит то, что мир, где есть смерть, рождение, старость и болезни, не может быть родиной души. Наше сердце ищет полного взаимопонимания, а не частичного, ищет вечных отношений, а не временных. Поэтому веда, они объясняют, что пока душа серьезно больна вожделением и эгоизмом, то ей не нужно вечное тело. Она должна сначала исцелиться от своей низменной природы, и когда она достигает сознания Кришны, Бога сознания, тогда объясняется, где преданность, там вечность. Зная, что сознание, пронизывающее все тело, неразрушимо, никто не способен уничтожить бессмертную душу. Тот, кто думает, что живое существо убивает или может быть убито, не ведает о подлинной природе души, ибо она не может убить, как и не может быть убитой. Душа не рождается и не умирает, ее бытие не имеет ни начала, ни конца. Она нерожденная, неизменная, вечно юная и наидревнейшая. Смерть физического тела не затрагивает ее. И так далее. Как человек облачается в новые одежды, сбросив изношенные, так и душа воплощается в другом теле, оставив старое и утратившее силу. И так далее. Кришна говорит о бессмертии души. Дальше, следующая тема, которая затрагивается, это постижение души человека. Знаменитая шлойка 2.29. Некоторые созерцают душу как нечто поразительное. Другие говорят о ней как о чем-то удивительном. Кто-то слушает о ней как о чуде. Но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее. Так, это было 2.29. Но здесь мы еще говорим о том, что в целом, может быть, сделана гита с комментариями Шилы Шидхара Махараджа, потому что многие темы, которые затрагиваются в гите, Шидхара Махараджа, он объясняет в своих лекциях, в своих трудах. Поэтому это некий незавершенный проект, но можем также на правах таких эксклюзивных читать некоторые наработки по комментариям. Итак, комментарии Шилы Шидхара Махараджа на эту шлоку. Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном. В оригинале Ащареват чудесное, поразительное комментарии с рабочим названием «Как познать душу и Бога». Шилы Шидхара Махараджа. Так, побольше сделаем. Душа, атма, самолучезарна. Она способна явить себя и показать другие реалии духовного мира. Лишенные связи с ней мы страдаем от подозрений, несовершенного знания и невежества. Но когда мы сможем соприкоснуться с атмой, душой, то будем чувствовать атму благодаря ей самой. Наше собственное я в высшей степени чудесно, не говоря уже о параматме, высшей душе, Нарайне и Кришне. Наша истинная личность столь изумительна. Ашчарьяват пашяти кашчитэнам. Когда вы соприкоснетесь со своей душой, то будете поражены, какого рода удивительным бытием она наделена. Опыт самопознания полностью отличен не только от всего, что существует во внешнем мире, но даже в измерении разума и воображения. Ашчарьяват водатитат хайвачаньяха. Когда человек начинает описывать душу, он поражается. Что я говорю? Как я могу должным образом описать ту душу, которой сам являюсь? Ашчарьяват чаням аньяхах шринути. И те, кто слышит это описание, также изумлены. Что это такое? Нечто удивительное, о чем мы никогда не слышали прежде. Атма полное знание, абсолютно чистое и бессмертное существо, которое способно жить без пищи, обитатель вечного мира. Шрут вапье нам ведана чай вакашчет. Есть и такие, которые даже услышав о душе не могут постичь ее. Однажды я встретил, ну это не я встретил, Шхара Махараш встретил, естественно. Однажды я встретил одного ученого Саньяси, монаха в Бадари Кашраме, который на время нашей беседы принял на себя роль атеиста. Он спросил, каковы доказательства существования души и Бога? Тогда я процитировал следующую шлоку из Шримад-Бхагаватам. Несмотря на то, что Атма, дух, является самым лучезарным, существуют постоянные споры между двумя враждующими лагерями. То же самое можно сказать и о Боге. Его можно видеть благодаря его собственному свету и только благодаря его свету мы можем видеть все. Он сам лучезарен. Благодаря своему собственному свету он может явить себя другим. Одна группа людей говорит, он существует, его можно увидеть, а другая говорит, он никогда не существовал. Эти споры являются бесполезной тратой времени, но тем не менее они никогда не кончатся и будут продолжаться вечно. Почему? Потому что существуют те, кто обладают глазами, чтобы видеть Бога, и те, у кого нет глаз, чтобы видеть Его или свою собственную душу. Один из этих классов людей отклонился от сознания Бога. Между ними и сознанием Бога, между ними и самоосознанием существует определенный барьер. И посему споры будут продолжаться вечно по причине их невежества. В этой связи можно привести следующий пример. Какой-то мальчик родился в темнице и вырос там, ничего не зная о солнечном свете. Однажды его друг проникает в темницу и предлагает «Пойдем со мной, я покажу тебе солнце, посмотрим на него вместе». Мальчик соглашается «Да, пойдем», собираясь взять с собой фонарь. Его друг улыбается, «Чтобы увидеть солнце не требуется фонарь». Но мальчик возмущается в ответ «О чем ты говоришь, ты считаешь меня глупцом, разве можно увидеть что-нибудь без помощи фонаря?» Тогда его друг насильно берет его за руку и выводит к солнцу. Мальчик поражен. Так вот каково солнце, благодаря его свету можно видеть все». Знание о Всевышнем является независимым. Оно может прийти и уйти по своей собственной воле. Солнце невозможно затащить в нашу темницу. Это мы должны выйти к солнцу. Упанишады призывают «Пытайся постичь себя. Каждое твое движение, каждая капля энергии должна быть использована для познания атмы. Оставь все другие усилия и виды поиска. К чему гоняться за миражами. Остановись и направь всю свою энергию на то, чтобы познать, кто ты есть на самом деле. Практикуя самопознание, вы осознаете нашу подлинную потребность. Душа страстно желает обрести связь с параматмой, высшей душой. В широком смысле мир высшей души означает мир Бога, но в действительности в узком значении знание параматмы всепроникающего аспекта Всевышнего лишь частичное представление о божественном. К познанию параматма стремится те, кто занят практикой медитативной йоги. Однако высшее положение занимает сознание Кришны, концепция Бога как Кришны. В Бхагавадгите Кришна говорит «Агам Сарваси Прабхаво» «Я источник всего сущего в мироздании, в том числе Господу Нарайаны, проявлением которого является параматма. Кришна самодержец, но также Он абсолютное благо. Он прекрасная реальность, красота, сладость, очарование. Все это в высшей степени представлено в Нем. Кришна привлекает каждого. Мы будем поражены соприкоснувшись сосредоточием красоты и очарования. Он основа жизни всей Вселенной. Он творит космос из хаоса. Кришна означает, что Он привлекает и дарует удовлетворение. Это подобно движению волн. Криш означает привлекать, а На одаривать счастьем. Таков абсолютный центр и его отличительные характеристики. Ну вот, почитали вот такой коммент. И теперь возвращаемся к Бхагавадгите. Так. Кришна говорит много о бессмертии души. Сын Придхи, удачлив тот воин, которому довелось сражаться в такой битве. Она предстает перед ним, словно распахнутые врата в рай. И так далее. так далее. Вот. Сражайся, рассматривая равно счастье и страдания, приобретение и потерю, победа и поражение, и грех не затронет тебя. И здесь уже во второй главе возникает йоговская идея ровного отношения к счастьям и страданиям материального мира. Также Бхагавадгита говорит, что подлинный мистик, он не слишком радуется, когда случается что-то хорошее, и не слишком скорбит, когда случается что-то плохое. Сразу возникает вопрос, а что это он такой спокойный? Это же плохо, когда что-то плохое происходит, и хорошо, когда что-то хорошее. Но Штхарма Харашин объясняет, что речь идет о том, что и хорошее, и плохое в этом мире это подобно хорошему и плохому сну. Но сон в любом случае закончится, и он уступает по своему качеству истинной жизни. Мудрецов интересует реальность. Поэтому и дальше начинается после того, как Кришна очень долго убеждал Арджуну в том, что его душа бессмертна, надо познать себя, пойми ты душа, ничего не случится. Кришна далее говорит, итак, Партха, я раскрыл тебе знания о духе и материи, сангхи-йогу. Теперь выслушай, как обрести богосознающий разум, будхи-йога, и действуя в духовном сознании, освободиться от такого деятельности и ее последствий. Мактимонт Акурон объясняет, что будхи-йога, йога просветленного разума, который не стремится к корыстным результатам, когда она происходит на уровне благотворительности этого мира, она известна как карма-йога, когда она устремляется к брахману, к миру отречения от реальности, она известна как гьяна-йога, йога знания и отречения, и когда человек, он занимается высшей благотворительностью, когда он бескорыстно действует ради Всевышнего будхи-йога, известная как бхакти-йога, йога преданности. Дальше идет знаменитая шлока. Негапи прама нашести пративая навидяты свалпама пяси дармаси траят махато баят Те, кто идет по этому пути, не знают потерь. Ни одно их усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по нему освобождает от всепоглощающего страха. Здесь речь идет о том, что если человек веда, они объясняют брамины и шудры. Штхара Махараш объясняет метафизические понятия брахманы и шудры. Шудра происходит от слова от корня шуча, что означает скорбеть. В 18 главе в 66 стихе Кришна говорит предайся мне и говорит машучаха не скорби. Поэтому шудра человек, который полностью отождествляет свой интерес, свое счастье, свою выгоду с материей, он постоянно будет скорбеть, потому что материя разлагается и утекает сквозь пальцы. Поэтому шудра означает материалист в высшей степени. И браман в широком смысле брахма означает мир сознания, мир духа. Брамин это не только некая прослойка ведического общества, но люди, которые стремятся постичь, что они есть бессмертное сознание, стремятся пробудиться в мире сознания. Поэтому Кришна говорит, что даже незначительное изменение перспективы восприятия реальности, даже незначительное осознание того, что существует более высокое счастье, более высокая перспектива, чем в этом бренном мире материи, это осознание, оно наполняет сердце счастьем и освобождает от страха. Поэтому Госвами Махараш также объясняет, что в начале, когда люди приходят, становятся на духовный путь, им кажется, что вот есть конкретные вещи, мои друзья, мой дом, моя зарплата, моя карьера, это все реальное, конкретное, это мое тело. А что такое духовность, мантра, йога, что-то абстрактное, нельзя пощупать. Но если он искренне в духовном поиске, то в какой-то момент он понимает, что наоборот друг может стать врагом, тело выйти из строя, работа закрыться, карьера обломиться и так далее. В какой-то момент он понимает, что наоборот то, что казалось столь прочным, мир материи, материя утекает сквозь пальцы, но наоборот мир духа, мир сознания является единственным источником некого подлинного оптимизма. Поэтому тот, у кого произошло даже незначительное изменение этой перспективы восприятия угла зрения, они осознают. Те, кто идет по этому пути, не знают потерь. Ни одно их усилие не пропадает даром. Кришна объясняет, что хорошая карма ты покормил тебя, она кормит, это придет к нулю. Плохая карма ты побил тебя, побьют, это придет к нулю. Но все, что связано, если ты однажды более глубоко осознал Бога, или ты уменьшил свою привязанность к миру материи, ты обрел какой-то духовный вкус к жизни в преданности, этот вкус будет с тобой жизни в жизни, и он будет только увеличиваться. Поэтому Кришна говорит, «Те, кто идет знаменитая шлока, те, кто идет по этому пути, не знают потерь, ни одно их усилие не пропадает даром, даже незначительное продвижение по нему освобождает от всепоглощающего страха». Разум тех, кто решительно посвятил себя мне, непоколебим, ибо я их единственная цель. О, возлюбленный потомок династии Куру. Бесконечно разветвлен разум тех, кто нерешительен. Поэтому описывается, что чем отличается любовь от вожделения? Вожделение, оно прежде всего требует смены объектов наслаждения в целом. Хорошая вечеринка, хороший отдых, это много объектов наслаждения. Разные, чем более разные, чем более часто, тем веселее, так сказать. Но любовь, как некое подлинное чувство, она всегда одинонаправлена, она одинонаправлена, она верна. Поэтому материальный мир описывается как реальность, где люди практически не умеют любить, и скорее вожделеют и стремятся наслаждаться. В идеале и характером, и телом человека. Если не получается наслаждаться телом, наслаждаются характером и называют это любить в человеке душ. Но любовь это означает отдавать, а не брать. но писания также говорят, что в полной степени отдать себя на самом деле мы можем только не каким-то несовершенным реалиям, а только чему-то совершенному. Поэтому идея того, что наша тенденция должна быть связана с миром Кришны, а не с миром материи. Поэтому здесь Кришна, он говорит, что разум мудреца, он устремлен только на меня. Мудрецы богоцентричны, но материалисты они постоянно меняют объекты своего наслаждения, объекты своего вожделения. Партха, те, кто лишен мудрости, привлекаются витиеватыми словами раздела вед под названием карма-канда. Превратные столковые ведические писания, они утверждают, что нет ничего превыше этого. Их сердца полны вожделения, их цель достижения рая, они сторонники проведения различных жертвоприношений и ритуалов, дарующих богатство, мирские наслаждения и благоприятное рождение. Слишком привязанные к наслаждениям и богатству, они не обладают решимостью для того, чтобы посвятить себя осознанию души и Господа. Поэтому также здесь затрагивается тема мирских ведических практик ради достижения цели в этом мире, но Штхара Махарадшин объясняет, что все блага, которые даруют боги материального мира, они также бренны. Мудреца интересует вечность. Поэтому Кришна говорит, Арджуна, превзойти три состояния материальной энергии гуны, описанные в ведах, отринув двойственность бренного мира, утвердись в своей вечной духовной природе, не привязываясь к мирским обретениям и накоплениям, действуя, осознавая себя душой. Все, чему служит малый колодец с водой, можно с избытком обрести, придя на берег большого озера. Подобно этому, нет необходимости в мирских ритуалах вед для того, кто встал на путь познания надмирной истины. Дальше знаменитая шлока 2.47. Следует выполнять свой долг бескорыстно, без желания личной выгоды. Ты не должен действовать, желая насладиться плудами своего труда. Но знание о том, что плоды деятельности не принадлежат тебе, не дает тебе права пренебрегать своими обязанностями. Это очень хорошая шлока в практической точке зрения, потому что иногда концепция аносакти, непривязанности к результатам труда, трактуют, особенно когда надо напрягаться, как пофигизм. Типа вы помыли посуду, ну да, как мог, так помыл, где-то помыл, где-то не помыл, понимаете, я к результату не привязан, вот, а пол вы подмели, ну, где-то подмел, где-то не подмел, понимаете, это все тлен, вот эта вот привязанность, я вот как мог, так подмел, вот, поэтому, но здесь Кришна говорит, но знание о том, что плоды деятельности не принадлежат тебе, не дает тебе права пренебрегать своими обязанностями. в переводе на русский это означает, что непривязанность к результату означает то, что ты осознаешь, что результат в руках Господа, но стараешься сделать все как можно лучше, вот, а иногда это трактуется, что непривязанно к результатам, вот, и существуют поэтичные комментарии Штхара Махаража, я все-таки хотел бы прыгнуть, это низменное настроение отказываться от исполнения долга, если оно не приносит выгоды. Дальше Штхара Махараж говорит тонкую мысль, но даже бескорыстная деятельность не относится к явлениям высшего порядка. Нам следует совершать божественную деятельность ради удовлетворения абсолюта. Такова бхакти, преданность Господу. Кришна говорит, никогда не стремись к какому-то определенному результату своих поступков, и в то же время не будь праздным, не будь бесполезным. Исполняй долг, независимо от внешних последствий. Мы должны стремиться исполнить все наилучшим образом, но каков бы ни был результат, мы должны принять его, ибо все устраивается Господом. Существует множество последствий наших индивидуальных поступков, но мы должны видеть, как абсолютная воля приводит все в гармонию. Исполняя свой долг, мы также не должны привязываться к какому-то определенному месту и людям. Мир вокруг нас развивается согласно своим собственным законам, и у нас нет сил изменить его. Скорее, нам следует в максимально возможной степени изменить себя, чтобы прийти в гармонию с окружающим. У нас нет прав наслаждаться плодами наших деяний. Должны ли мы приходить в уныние, если трудимся ради... Должны ли мы приходить в уныние, если трудимся ради определенной цели и не обретаем ее? Ни в коем случае. Какое бы подношение мы не предлагали бесконечному, бесконечное распорядиться этими результатами по собственному усмотрению. Генерал говорит, марш вперед, туда. Вы должны идти. Вы являетесь моими солдатами. Что бы я ни сказал вам, вы должны сделать. Вы можете умереть или победить. Это вас не касается. Вы солдаты. Многие из вас могут быть убиты, но страна в целом останется в выигрыше. Наше ложное эго наш враг. Чтобы растворить его, нам следует исполнять свой долг соответственно нашему пониманию, но не требовать ответа согласно нашему волеизъявлению. Ну вот, кстати, фактически афоризм. Чтобы растворить его, нам следует исполнять свой долг соответственно нашему пониманию, но не требовать ответа согласно нашему волеизъявлению. Так мы станем способны обрести связь с Кришной и постепенно осознаем, что все окружающее дружественно к нам. Настанет день, когда наше эгоистическое восприятие рассеется и наше подлинное я, существо высшего мира, пробудится и явит себя. Мы обнаружим себя посреди сладостных волн, и каждая волна будет благоприятной. Каждое событие нашей жизни будет приносить нам добрые вести. Если мы примем эту карма-йогу, то обнаружим, что наше ложное эго, которое было готово в любой момент совершить подлость ради собственных корыстных целей исчезла, а обширное истинное эго пробудилось изнутри, и мы обрели гармонию со всей вселенной. Ну вот описывается, что чувствует человек, достигший успеха в карма-йоге. Так, ну и собственно у нас уже заканчивается время, поэтому я думаю, что последнюю прочитаю шлоку знаменитую из этой главы, там еще конечно четверочка есть и комментарий, вот, но мы ограничены в формате, если что, читайте Бхагавадгиту. Так, с комментариями Штхара Махраджа тогда. Вот, и еще одна знаменитая шлока этой главы. Я реальность. Комментарий Штхара Махраджа путешествие в мир веры. В соответствии с точкой зрения опыта это пепелища надежды, огромное кладбище, где каждое мгновение кто-то умирает. Томас Грей написал, «На всех ярится смерть, царя любимца славы, всех ищет грозное и некогда найдет. Всемощные судьбы незыблемы уставы, и путь величия ко гробу нас ведет». Томас Грей «Элегия на сельском кладбище». В мире, где все состоит из атомов, нет ничего вечного, поскольку атомам свойственно распадаться. Распадаются даже цивилизации, поскольку они часть мира атомов. Вера вот единственное, на что можно положиться. Вера неотделима от души, поэтому тоже вечна. Она ключ к вратам высшей обители. В ней наша надежда и упование. Благодаря вере можно найти уют родного дома в обители Бога. Только глупец откажется от него и станет цепляться за жизнь в цивилизованном мире, состоящем из обреченных на разрушение атомов. Шарадха, вера, способна преодолевать огромные расстояния. Это единственный инструмент, с помощью которого ограниченное может постичь безграничное. когда-нибудь мы увидим, что вера не отвлеченное понятие, а самая существенная составляющая нашего «я». Когда душа отделит от себя внешний чувственный опыт, как грубый, так и тонкий, она будет жить в мире веры. В этом наше спасение. Душа рождена, чтобы жить верой, а не разумом и чувствами. Одни души бодрствуют в мире чувственного восприятия, другие в мире духовного сознания, в мире Бога, что для первых ночь, для вторых день и наоборот. Для тех, кто живет в мире веры, духа, наш мир тьма. Они знают, что мир веры вечен и неразрушен. Время бессильно в мире, где все исполнено вечности. И этот мир реальный, неизменный и неуничтожимый и есть наш дом. Мир сознания тонкий, высший уровень бытия. И нам, душам, как частицам сознания уготовано в нем место. Душа, пробудившаяся в мире сознания, засыпает в мире внешнего опыта, утрачивая с ним связь. Тот же, кто считает себя телом, состоящим из плоти и крови, бодрствует в мире чувственного опыта, тогда как мир сознания кажется ему кромешной тьмой. Есть души, обитающие в высшей обители. Вера ввела их в мир служения и сделала его полноценными обитателями. Они подобны совам, которые способны видеть во тьме. Днем они слепы, а ночью мы слепы. Мы практически должны раствориться в ночи, прыгнуть в ночь и тогда найдем день. Должны умереть, чтобы жить. Самопредание – безраздельная преданность Всевышнему. На поверхностный взгляд самопредание кажется смертью, но речь идет о смерти ради жизни. Огонь самопредания обратит в пепел все трудности и предрассудки. Все это сгорит дотла и чистыми руками мы продолжим свой путь. Мы должны войти в неведомую страну с помощью ее представителей вайшнавов, а вера будет нашим капиталом. Душа бессмертна и так же существует бессмертный мир. Не только бессмертная, но и нектарная реальность. Дети нектара, будьте умны, вы вечны и вы являетесь детьми той земли. Почему же вы так много страдаете? Вы стали жертвами состояния смертности, но в действительности это не так. В жизни у вас есть непостижимо более высокое предназначение. Возвращайтесь домой. Это является главным призывом Упанишат, древнего ведического писания. Шречитане Махаправху и его последователи не только призывают к теистической жизни, но к теизму в его наиболее развитой форме, к жизни одной семьей с абсолютной красотой. Ну вот такие готические образы из архива про сов. Это нигде не печаталось, так что посетители наших пятничных программ могут слышать эксклюзивные цитаты архива, которые нигде у нас даже не опубликованы. На этом наше время вышло. Таким образом, вы поняли, что во второй главе затрагивается тема души, которая поглощена состоянием смертности, обитает в мире материи, отождествляет себя с грубым и тонким телом, но в действительности Кришна призывает ее пробудиться, вернуться домой, и для этого необходимо изменение сознания от вожделения корысти не только к бескорыстной деятельности, но и к деятельности богоцентричной. Богоцентричная деятельность буддхи-йога, йога бога сознающего разума, буддхи-разума, который пребывает в йоге, связи с Абсолютом, это ключ к пробуждению души и к тому, чтобы превзойти состояние смертности и отождествления себя с грубым и с тонким телом. Ну, на этом я хотел бы закончить сегодняшнюю программу, надеюсь, это вдохновит вас прочитать вторую главу Бхагавадгиты, а может быть, даже следом и третью. Благодарю за внимание. Ари Кришну. А кого-то, может быть, даже почитать Штхарам Ахараджа или послушать, есть аудиоархив, откуда вот и взяты эти комментарии. Во многом. Хари Горай Намо Кришну Ядавая Намаха Ядавая Намаха Ядавая Намаха Ядавая Намаха